Я, как правило, в шутку говорю, как только начал соображать, так сразу понял, что я стану губернатором. На самом деле это трудно даже рассказать, как это все сложилось. Я могу твердо по своей биографии сказать, что все это, конечно, безусловно, стечение обстоятельств. И все предложения, которые мне делались, они делались не по моей инициативе. Они делались людьми, которые решают вопросы, комплектуют или занимаются кадровой политикой. Но самое главное, это, конечно, себя подготовить к любой работе, которая тебе нравится. Я могу сказать, что вот работа с людьми, с коллективами, она мне сразу понравилась, когда я стал секретарем комсомольской организации цеха. До этого был председателем совета отряда в школе. И как-то вот сразу пошло вот это вот общение. И я понял, что когда ты руководишь людьми, ты должен, прежде всего, их понимать. Должен все время думать о том, чтобы им было интересно. Чтобы они поддерживали тебя не потому, что тебя назначили, а потому, что тебя там куда-то рекомендовали. И вот сейчас многие говорят там о комсомоле. Я достаточную жизнь прожил в комсомоле и могу сказать, что получил там только хорошее. Вот у нас было комсомольцев на заводе 1600 человек. Я был секретарем комитета комсомола. Мы каждый день вечерами до хрипоты спорили, что нам делать в следующем месяце. Что нам надо организовывать, как нужно отставить свои позиции, как нужно на работе трудиться. Нельзя сказать, что везде так было. И в любых министерствах, ведомствах, и в райкомах партии разные люди работали. И некоторые до сих пор встречаются и вспоминают о том, что хорошего они сделали. И как им весело и нормально жилось. А некоторые вообще разошлись и больше друг друга не помнят. Поэтому самое главное, это как можно больше думать и реализовывать проекты, как вы говорите, которые необходимы людям. Которые реально совершенно будут повышать ваш статус, как человека, который это придумал. Статус той организации, которую вы возглавляете. Статус того органа государственной власти, в котором вы дальше будете работать. Сегодня ведь общественные организации очень существенно отличаются от общественных организаций советского периода. Если организация не нужна, никто в нее не пойдет. И она исчезнет просто на глазах. Поэтому важно вот сейчас и через в том числе такого рода общение в лагерях. Вот здесь, на Селигере, мы каждый год уже, вот второй год проводим лагерь взлет. Это как раз вот собираются там ребята, которые хотят быть лидерами общественных организаций, молодежных формирований. И там приезжают люди, которые этим серьезно, профессионально занимаются, рассказывают о методике проведения массовых мероприятий. Потому что это кажется, что это все просто. А есть законы, по которым можно, если и допустить какую-то погрешность, то небольшую. А в целом сделать хорошо. Поэтому, если говорить о молодежной политике и о том, как работать с молодежью, я глубоко убежден. Может это кому-то не понравится. Никаких квот, никаких льгот молодежи не нужно. Потому что, как только начнутся квоты и льготы, молодость заканчивается быстро. Квоты и льготы молодежные исчезнут. И останешься ты один на один со многими проблемами. Если ты неконкурентно способен, ничего больше не произойдет. Так и останешься молодым и неудачливым. Поэтому нам надо создать в старшем, прежде всего, условия, когда молодежь быстро набирает, быстро зреет. Быстро может, все по-разному, кстати, подходят к этому периоду, быстро может адаптироваться и выполнять уже серьезные и сложные задачи. Для этого нужно и сегодня перестраивать всю реальную экономику. Потому что, если откровенно говорить, в наших вузах и в системе среднего профессионального образования сегодня дают то, что на наших предприятиях отсутствует. В большинстве это универсальное оборудование. Производительность труда в 5-6 раз больше, чем у тех предприятий, которые есть за рубежом, в развитых странах. И поэтому модернизация и развитие, вот что мы должны обеспечить, чтобы ваши знания, которые вы приобретаете, они понадобились сам на этих предприятиях, промышленности, строительстве, науке. Потому что, если говорить об условиях, то многие ребята, я с ними часто встречаюсь, они даже не зарплату спрашивают. Они спрашивают, а что я там буду делать, мне будет там интересно, я вообще там буду развиваться, или я там каждый день буду ходить на работу, получать зарплату и все. Вот первое, это чтобы было современное производство и современная сфера социальная. И в школы, чтобы были нормальными, оснащенными самыми современными методиками, оборудованием. Потому что, вот если говорить о Нижегородской области, ребята знают, чем мы сейчас занимаемся. Мы перестраиваем все это и ломаем школы, которые еще организовывались как церковно-приходские, даже не в 20 веке, а в 19. Вот какой интерес там может быть? То же самое с поликлиниками, то же самое с больницами, с родильными домами. Нам очень быстро надо пройти этот путь, чтобы было все современно. Второе, это, конечно, условия, бытовые условия, заработная плата. Но не придет человек, если там ему платят 3000 или там 4430, как сейчас говорят, минимальная оплата труда. Он не придет просто туда, потому что жизнь сегодня непростая, дорогая, и удовольствий много в этой жизни. И каждому хочется это все иметь у себя. И третье, среда обитания. Это жилье, это инфраструктура, чтобы можно было и образование получить, и культуру, и духовное развитие, и спорт, и скультура. Это все сегодня вот на пустырях тряпочным мечом, я извиняюсь, никого уже не удивишь. Нужны серьезные, оснащенные спортивные объекты. Это все тоже наша задача. Ну а ваша задача, я считаю, надо сейчас готовить себя, учиться, получить хорошие базовые воспитания, профессиональные воспитания, профессионально сориентироваться с помощью и родителей. Я знаю, что многие идут по стопам родителей, там, где все правильно в семье поставлено. И твердо убежден, что различного рода, вот, ну как мне говорят, а у вас есть молодежное правительство? Я знаю, что это такое молодежное правительство, что люди должны решать конкретные хозяйственные вопросы, не имея вообще ни опыта, ни образования, ни статуса. Молодежный парламент, да. Молодежное правительство, нет. Хотя, если говорить вот по нашему составу правительства, у нас есть министры и 34 года, и 36 лет, и 38 лет, и все они пришли к этому, побывав начальниками управления, заместителями министров. Теперь работают министрами. Не молодость и не возраст вообще определяет, кого назначать, а прежде всего профессионализм, умение работать, умение делать дело. Умеешь, пожалуйста, не умеешь, это рассказывают только, наверное, в тех случаях, когда руководитель назначает плохенького на своего. Как правило, дело никакого не происходит, через какое-то время эта команда исчезает. По одной простой причине, что она, оказывается, не нужна. Поэтому я готов ответить на все ваши вопросы. Думаю, что самое главное сейчас, это очень четко сориентировать себя, что ты вообще в жизни умеешь, что ты хочешь, в каком направлении ты хочешь развивать свои возможности. Сегодня это легче сделать, чем, допустим, в мое время, потому что тогда эта система отсутствовала. Сейчас даже профессиональные есть такие организации, которые этим занимаются, причем занимаются довольно-таки успешно. Очень много проводится различных ярмарок, вакансий, и очень много показывают. Не скрывает сегодня уже никто. Я могу сказать, что у нас есть ведущие научные коллективы, такие как Ядерный Центр, такие как НИИ Прикладной Физики Академии Российской, где молодых ребят просто нарасхват. Там молодеют эти коллективы каждый год. И приходят сотни ребят, прежде всего, для того, чтобы получить вот то, что умеют старшие. То, что сделало нашу науку одной из лучших вообще в мире. И это надо все перехватить, и надо все продолжить, причем на новом, современном уровне, с использованием современных возможностей, прежде всего информационных технологий. Поэтому мы вас ждем, ждем вас, готовы помочь в становлении, готовы помочь в развитии. И я думаю, что перспективы у нас самые хорошие. Я неоднократно бывал в различных странах и твердо убежден, что наши ребята лучшие. Что никто и никогда не сравнивает. Так, пожалуйста, вопросы. Кто-то будет руководить, а то микрофон. Здравствуйте, меня зовут Мартин Данил, главный специалист отдела молодежи политики, администрация Позовского района и членом Абвагарда День России. У меня очень простой и насущный вопрос. Как вы считаете, какие шансы у нас, у молодых, на выборах в 2010 году в Международской области? Вообще выборы это дело очень ответственное. И к любым выборам надо готовиться, надо суметь представить себя. Шансы у всех равные. И у старых, и у средних, и у молодых. Ну, говорят, что раскрученный человек, который несколько раз избирается, вроде бы легче избраться. Не так это все. Потому что за тем, кто уже на этой должности выборной трудился, за ним шлейф ошибок, неудач и хороших дел одновременно. То есть ему надо отчитаться. Тем, у кого это первый раз происходит, тому нужно предложить себя прежде всего. Серьезно предложить. Не просто так бумажку написать. Сейчас программу ведь, ну, как бы написать грамотный человек способен. Просто надо, чтобы эта программа была реальна. Поэтому надо, может быть, и со старшими посоветоваться. Вообще, сейчас все, по сути дела, и земские собрания, и городские думы, и законодательные собрания молодеют. Это очевидный факт. Год от года, выбор от выбором, возраст уменьшается. Но только туда приходят люди, которые реально умеют и хотят что-то сделать. Вот я вам только этого желаю. Доказать, доказать в любом абсолютно поселке, в любом городе, в любом территориальном образовании, что вы умеете и хотите сделать жизнь лучше, комфортнее, красивее. Тогда вам поверят и изберут. Петр, Краснодарский край. Вот, два вопроса к вам. Немножко, правда, немолодежная. Вот. В 90-е годы области и городу вернули исторические наивирования. Вот. А на Кубане данный вопрос все время буксует. Мы никак не можем Краснодар применять Екатеринодар, а в крайнем Краснодарском или минусе кубанское название. Вот. Вы не будете подниматься секретом, как нам надо это побыстрее сделать. Вот. И второй вопрос. Как нам относится к идее укрепления регионов в России и, возможно, сделать такую реформу, как создать, может быть, 30 губерний странами и правами, а исключить республики и национальные всякие территории? Спасибо. Могу сказать, что такого опыта переименования в Нижнем Новгороде я не имел. Я пришел туда губернатором в 2005 году, и поэтому до меня это все сделали. Если относиться вообще к переименованиям, в Москве я, когда работал вице-мэром, участие принимал, кроме негатива, ничего не получил. Потому что, допустим, была там улица Чкалова, стала улица Никитская. Никитский переулок, Малый Никитский, Большой Никитский и так далее. И кого не спросят, кто такой Никита, никто не знает. Может быть, у каждого свой был Никита в жизни. Но Чкалов-то у нас один, да? И это история. Поэтому была там улица Качалова, известный актер. Стало историческое название улица Черная Грязь. Мне не всегда понятно вот это стремление вернуться к изначальному названию или к какой-то историческому. Каждый город, каждый регион прошел свою историю. И мы все время что-то верим в слова какие-то. Вот посмотрите на ситуацию нашу. У нас были советы, да? Районные советы, городские советы. Мы теперь их назвали управы, думы, там и так далее, и так далее. А вот в Германии, например, там до сих пор остались советы, рад, коммунный. Вот, например, коммунно-бонно. Я был там. Главное не слова, а главное содержание. Вообще, что эти органы делают, какие функции выполняют. Вообще обеспечены они всем для того, чтобы эти функции выполнять. Они могут отвечать перед народом? Они могут отвечать перед народом? По целому ряду обстоятельств. Поэтому был у вас Екатеринодар, да? Стал Краснодар. Ну, наверное, жителям прежде всего надо решать, какое название городу иметь. Но я думаю, что история, она имеет очень сложный характер. И вот, например, в Лондоне, я знаю, стоит памятник Кромвелю, да? Он не только в Англии, он и во Франции голову порубал очень многим. Но памятник стоит. Это часть истории. Вот есть музей президентов в Соединенных Штатах. Там некоторые президенты кровью залили эту страну. А бюст их стоит там. Есть история, которую все должны знать. Одну страницу истории мы должны любить, уважать, развивать. Вторую ненавидеть и никогда не допускать, чтобы это было. Вот здесь мы должны иметь память и четкое понимание. И я думаю, что на каждой территории есть носители вот этой здравой идеи, чтобы не только переименование, а и сама жизнь развивалась бы нормально, чтобы она была приятной для тех, кто там проживает. Что касается объединения там различных территорий, это то же самое. Во-первых, сами территории по Конституции должны решать, объединяться им или не объединяться. Что касается республик, то я бы не стал эти республики сейчас объединять и делать какими-то губерниями. Потому что посмотрите, как сегодня самосознание этих новых народов развивается. Как они свою культуру поднимают, как они свои обычаи поднимают, как они возвращают детей к родному языку, который уже веками у них развивался. И это очень хорошая ситуация в нашей сейчас федеративной стране. Поэтому вот так вот обезличенно, как улицы, авеню номер 15, авеню номер 16, я бы это делать не стал. По некоторым данным за последнее время в системе интернета запросы по абортам увеличились до 20%. И хотелось бы узнать, что, так скажем, проект из Нижегородской области предпринимает для решения этой проблемы. Спасибо. Ну, эта проблема очень комплексная. Поэтому мы с самого начала, я в 2005 году, 8 августа, получил эти полномочия. Скоро будет 4 года. Это как раз вот один из самых страшных социальных показателей. Была очень низкая рождаемость, высокая смертность и очень высокая материнская смертность и младенческая смертность. Конечно, терпеть это было нельзя. Поэтому мы прежде, одну из самых первых, разработали программу родовоспоможения, повышения эффективности. Мы перестраиваем все женские консультации. Уже практически они закончены. Мы 3 года занимаемся этой темой. Перестроили все родильные отделения в центральных районных больницах. Построили 3 современных родильных дома. Они сегодня как межрайонные перинатальные центры работают. Они оборудованы не хуже, чем в Швейцарии, чем в Африи, чем во Франции. Строим сейчас перинатальный центр на 150-кой городе Дзержинске. Проектируем областной перинатальный центр. Для того, чтобы дети рождались и получали нормальный старт, они должны нормально родиться. Есть общая система мониторинга женщин, которые готовятся стать материальными. Мы твердо знаем, у какой женщины нормально пройдут роды, у какой есть какие осложнения. Они все расписываются по всей этой системе. В других странах выхаживают детей с 500 грамм веса. Мы до 1 января 2008 года этих детей в статистику даже не брали. У нас считалось только с килограмма. Если до килограмма умирал, его даже никто не чувствовал, и в статистике его не было. Поэтому и у нас сейчас эти условия появляются. Кроме этого, надо создать условия всем семьям для воспитания детей. Есть семьи, которые имеют свой достаток, и они сами справятся с этим делом. А есть семьи, у которых тяжело материально, особенно многодетные семьи, неполные семьи. Со всеми с ними работает система социальной защиты. Система, которая должна обеспечить участие государства в этом деле. И там есть и пособия, и различного рода помощь. Самое главное, если говорить по здоровью, это система профилактики. Профилактики тех процессов, которые у нас происходят. Ну и, конечно, борьба против пьянства, наркомании. Потому что именно это зло приводит к снижению рождаемости или к потере здоровья в полном объеме. Потому что человек, который подсел на наркотики, он уже не в состоянии ничего дать для своего будущего. У него уже не будет детей, это твердо совершенно. А если будут, то дети, которым удел только заниматься черной физической работой, умственного развития нет никакого. Поэтому вот эти все строительства, жилья для молодых семей. Мы сейчас имеем программу, когда мы молодым специалистам, которые работают у нас в социальной сфере, в области образования, здравоохранения, культуры и спорта. С первого дня строим дом или покупаем квартиру и машину. Пока семерку, 21.07. Но вот придя в школу, он с первого дня имеет свое жилье и свою машину. Потому что мы не можем в каждом селе построить театры, музеи. А прожив пять лет и обучаясь в крупном городе, уже человек привык к этой жизни. Ему надо туда попасть. Если на автобусе, на рейсовом, то это полдня потратить, чтобы попасть. Поэтому понимаем, для чего мы это делали. Вот за три года уже полторы тысячи человек пришло по этой программе на село. Работают в сельских школах, поликлиниках, физкультурно-оздоровительных комплексах, домах культуры. То же самое по молодым специалистам в сельском хозяйстве. Я вам скажу, что до 2007 года у нас постоянно шла убыль сельского населения. Вот сейчас прибывает сельское население за счет молодежи. И пока еще не намного, там 215 человек в год там было. Но мы думаем, что самое главное это среда обитания. Если мы ее сделаем, потому что в общем каждодневные услуги должны оказываться на равных, во всех абсолютно поселках, городах и самых крупных центрах одинаковые. Другое дело, что Большой театр у нас один. Но в него, наверное, люди и должны попасть, может, ну раз, ну два, ну три, там, ну пять в своей жизни. А не каждый же день, а их 365 дней в году. Поэтому самое главное, чтобы он получил все необходимое с точки зрения образования, здравоохранения, культуры, спорта, другого досуга. Чтобы были магазины нормальные, чтобы была сфера услуг и так далее, и так далее. Уважаемый Олег Павлович, руководитель Нижнездоровского регионального отделения федерального программа «Малые города». В том году, если вы помните, я вам задавал вопрос о том, что когда мы получим, может быть, в какой-то форме совершенно разный комитет по делам молодежи, нормальный и способный комитет. Наше отделение работает в 16 городах, и в некоторых городах, где-то на ваш порт держится, мы делаем молодежную политику сами. Фактически. Водим на улице людей, проводим мероприятия, ГВМ, массовые акции, и приходят специалисты, там, говорят, молодцы, ставят галочку, и вот совместно поверили. Но если все-таки мы формируем молодежную политику в некоторых городах, не стоит ли задуматься на региональном уровне, что необходимо в этих людях, в общественном уме, включать в эти комитеты, хотя бы на специалисты по делам молодежи. Потому что люди заканчивают образование, и можно туда устраиваться, и чтобы сохранить любимое дело, которым они занимаются, им необходимо закрепиться. И тогда же все-таки будет у нас Министерство молодежной политики. Спасибо. Ну я обычно, когда говорю, отвечаю на вопрос, то потом все запоминаю и делаю. Поэтому мною, моим указом, создано два месяца назад Министерство внутренней политики. Вот этого министерства нет ни в одном регионе. Вот в состав этой внутренней политики, там несколько управлений, в том числе есть управление по молодежной политике. Поэтому туда сейчас подбирают молодых людей, туда можно только доустраиваться. Потому что там численность довольно-таки серьезная, порядка 80 человек. И работа всем найдется. И самое главное, чтобы эту политику осуществляли те, для кого она нужна. А вы смотрите просто наш сайт наш, и там постоянно публикуются информации о конкурсах. Потому что всех специалистов и аппарат мы сегодня принимаем на конкурсной основе. И, конечно, тот, кто имеет опыт молодежной политики, реальных мероприятий, тот будет иметь преимущество на этом конкурсе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец-то. выставку я видел и очень много людей подходила ко мне уже с конкретными своими проектами мой помощник уже собрал целое досье телефонов потому что вот выбирать просто так проект по аннотации вот что там написано это очень сложно надо сначала понять суть этого проекта посмотреть его экономику посмотреть его целесообразность этим будут заниматься специалисты которым я после приезда из лагеря поручу но для нас эта работа и нижегородские ребята знают не является новой мы такой конкурс молодежных проектов уже проводим три года это называется конкурс рост не потому что это роста россия ответственность их стратегия технологии и уже порядка ста и таких молодежных инновационных бригад сформировалась это около полтысячи человек есть уже свидетельство об интеллектуальной собственности полученные мы включаем здесь очень серьезно бизнес инкубатор наш включаем административный финансовый ресурс чтобы помогать этим молодежным проектом и сейчас вот если нам обещало руководство представить вообще полный перечень проектов которые здесь отрегистрировался и тех кто победил конечно мы будем смотреть и все разумное будем реализовывать потому что ну иногда когда человек рассказывает он же увлеченный своим проектом ему кажется что это ну самое самое что ни на есть лучше а когда начнут заниматься специалисты во первых часть эмоций отойдет и останется реальная действительность которая не всегда так красиво как кажется поэтому нам надо в реальных условиях работать то ко мне один подошел сегодня и говорит паренек и говорит узнать у меня система которая автоматически по звуку и по как бы тени включает и выключает свет в подъездах я могу если бы ты побывал в наших подъездах там давно свет не горит и там включать нечего там надо сначала осветить для начала да и мы этим серьезно занимаемся на самом деле проект наверное важный и особенно в новых домах там где сегодня занимаются энергосбережением там где есть уже телевизионные системы которые следят за порядком этих подъездах надо этим заниматься но сказать что это сегодня первая необходимость я не могу этого сказать потому что кто видел наш жилой фонд у нас некоторые улицы сплошь состоят из ветхого фонда дома сгоревшие с забитыми окнами стоят прямо у стен кремля у нас свой нижегородский кремль есть поэтому много очень средств придется тратить на то чтобы привести жилой фонд нормальное состояние и прежде всего дать то комфортное жилье о котором мы все мечтаем поэтому здесь некоторым проектом время созрело а некоторым проектом еще надо будет подождать такая объективная необходимость я вам скажу что разные территории по-разному будут реагировать на эти проекты это совершенно очевидно и понятно добрый день Валерий Павленович меня зовут духовский викида в городе Нижненово уже совсем скоро 8 августа будет ровно 4 года как вы стали нашим губернатором в связи с чем у меня есть вопрос какое достижение вы считаете самым главным в Москву губернатор нашей области спасибо ну я могу сказать что конечно когда я пришел из Москвы 4 года тому назад я прежде всего хотел понять о каком условии для развития области а 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 и и а а а а а а и и и и тогда да так так в этом поток дорог это а то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 интересов населения, решением их вопросов, проблем в различных направлениях жизни. И, конечно, когда существует дублер парламента молодежный, он привыкает к своей тренировочной площадке отрабатывать все проблемы, в том числе и молодежные, и понимать, что прежде всего жизнь в любом образовании территориальном, городе, поселке, районе, это компромисс. Компромисс, когда у одного есть жилье, а у другого нет жилья. И вот если ты начинаешь строить жилой дом рядом с тем домом, у которого есть жилье, возникает протест. Один хочет, чтобы около дома был магазин, а другой не хочет, и так далее. Поэтому я учился у Юрия Михайловича Лужкова в Москве, и он нам все время говорил, вы понимаете, умение руководить в большом городе, это очень сложная ситуация. Ты, как он выражался, всегда и в шапке дурак, и без шапки дурак. Говоришь так, одни приветствуют, другие протестуют. И это вот умение найти разумный компромисс, послушать людей и решить так, как выгодно большинству и удобно для города. Этому надо, в институте этому не научишься, это твердо совершенно. Это надо знать свой город, это надо знать свой поселок, свою территорию, и знать менталитет людей и возможности, которые имеются для того, чтобы из-за этих проблем. Я думаю, что вот, когда мы говорим о выборах, вот молодежный парламент является ступенькой для выборов, для человека, который хочет посвятить вот такой депутатской деятельности, законодательной деятельности, будем так говорить. И я могу сказать, что вот такие молодежные парламенты, они будут являться основой для подготовки наших парламентариев, для того, чтобы у нас законы были разумные. Потому что многие законы сегодня, они очень сложны для реального притворения в жизнь. Потому что, вот если есть какая-то хорошая цель, да, и все признают, что эта цель хорошая, и мы говорим, все, мы туда пошли. Опять, вот в аудитории, которая обсуждает это движение, находится человек-скептик, так называемый, говорит, да нет, мы туда не придем, потому что как минимум три федеральных закона не позволят нам туда прийти. И наоборот, если есть какая-то проблема, и мы знаем, что с этой проблемой надо побороться, вот ее надо уничтожить, эту проблему. И говорим, ну, есть ли какие-то законы, чтобы они помогли нам с этим побороться? Говорят, нету таких законов. Вот понимаете, вот свод законов для людей, это очень сложная тема. И мы за 15 лет переделали весь свой свод законов. К сожалению, не все у нас получилось гладко. Поэтому мы рассчитываем на молодежь, на молодежные парламенты, что они подготовятся и эти все проблемы поснимают. Тогда будет легче. Добрый день, я зовут Александр Кемидевич, член Молодежного парламента. Вопрос следующий. Как раз мы совсем недавно проводили мониторинг закона о молодежной политике, и вместе с нами обратно пришли к выводу, что вот область не совсем смотрит программы, и это полнадцатого состояния. Хотел задать вопрос, что они... Какой программы? Духовно-рассовное воспитание. У нас есть вся программа теоретического воспитания. Вот, пиши, думаю, что Духовно-рассовное воспитание, вот, не ускорили недостаточно для снимания в городской области. Хотел узнать, есть ли планы, такая программа, она в том, что один ребенок, она принимается, и его все-таки реализуются. И, кстати, скажем, есть какой-то положительный эффект в этой программе? Ну, у нас несколько есть таких программ, которые включают в себя. Это и программа о развитии образования, там есть довольно-таки серьезный раздел, посвященный духовно-нравственному воспитанию. Если говорить вообще об воспитании, мы здесь тоже прошли такой путь, помните, от полного отрицания до сегодняшнего понимания, что этим надо заниматься. Ведь где-то уже в середине 90-х, наверное, были очень серьезные споры, и те, кто работал в образовании, да и вообще в государстве, считали, что образование в школах не должно заниматься воспитанием, что государство тоже не должно заниматься воспитанием. Это все должны делать в семьях. И школы считались лучшими, если там только занимаются профессиональные деятельности, дают образование. Но это была большая ошибка. Мы откатились назад, потому что еще древние греки говорили такую интересную фразу, что ученик — это не сосуд, который надо наполнить жидкостью, это факел, который надо зажечь. А раз факел надо зажечь, чтобы он горел, значит, нужно определенное понимание с точки зрения воспитания нравственных ценностей, того же самого патриотизма к своей стране, к своей малой родине и так далее, и так далее. Поэтому если... Ну, я, честно говоря, вот как-то скептически отношусь, что если есть программа, то есть духовно-нравственное воспитание. А если вот нет программы, то значит нет такого... Да, поэтому давайте подумаем вместе. Вот если то, что у нас есть, не устраивает, то надо выделить это какую-то отдельную программу, направление. Я готов к этому. У меня никакого здесь страха нету перед этими программами. Ребята, к сожалению, у нас стало время последнего вопроса. Валерий Павлович, что в городе возможности на презентации проекта. Последний вопрос. Пусть собрали. Ну, еще два вот. А я коротко буду отвечать. Мои, Александр Зайцев, Москва. Здесь был готовый вопрос о гемографической ситуации в России. Не секрет для вас, что основная причина это алкоголизация и наркоголизация населения. Я об этом говорил, да. Каким образом решается эта проблема в Нижегородской области и ваше личное отношение к алкоголю. Но это еще и не вопрос. Это как предложение Александровичу. Я являюсь специалистом в этой области. И если вы меня пригласите, то я с удовольствием приеду в Нижний Новгород и проведу ряд лекций. И мы вместе сделаем Нижегородской области самую интересную область в России. Я могу рассказать вам в качестве разрядки одну историю. Будь-то бы один наш вот такой же молодой парень из России поехал устраиваться в Соединенные Штаты менеджером. Ну, ему говорят, что ты, здесь надо тесты, говорит, сдать вопросы, ответить. Ну, ему дали 300 вопросов. Он на все профессиональные быстро ответил. Дошел до вопроса, употребляете ли вы спиртные напитки? Думает, если напишу, что не употребляю, скажет, русский, и чтобы не употреблял, не может быть, значит, врет. Зачем нам нужен нечестный человек и не возьмут меня на работу? Напишу, если употребляю, скажет, зачем нам нужен этот алкоголик? Он думал, думал, написал, употребляю, но с отвращением. Я далек от той жизни, что мы вместе с вами, вот я не считаю себя в этом, вот, после специалистов, вот, какими-то лекциями и разговорами быстро сделаем Нижегородскую область самый трезвый. Напротив, я в этом убежден, что мы какую пользу принесем, но переломы не наступят. Я практикой привык здесь работать совершенно другими категориями. Ну, вот сейчас строим физкультурно-оздоровительные комплексы. Что это такое? Это 11 тысяч квадратных метров под крышей, это хороший спортивный зал, два бассейна, искусственный лед, тренажерный зал. Через этот комплекс проходит тысячу человек в день. И уже, вот, в каждом из них около 600-700 ребят на регулярной основе занимаются спортом. Поверьте мне, вот они уже никогда не придут к этому пьяному образу. Если мы строим дома культуры, не те, которые еще построили первые комсомольцы 30-х годов, где нет ни отопления, ни туалета, все это на улице, вот там в варежках и в пальто зимой впитываю, прекрасно. Вот, ну, это совершенно другая среда. Поэтому человек должен отойти от пьянства разумно. У него должен быть а. достаток, б. среда обитания, не располагающая к этому. Смотрите, вот средний класс, который образовался у нас, да, они же все фитнес-хуже сидят. На их тусовках корпоративных, водки уже и виски не увидишь, все венцо или минеральную воду. Жизнь-то хорошая, они уже хотят подольше в этой жизни пожить. Поэтому мы должны понимать, что вот эта вот безысходность, чернуха наша, которая загоняла людей в пьянство, вот это беда. И мы должны эту всю безысходность и чернуху убрать из нашей жизни, чтобы человек ценить начал свою жизнь, а не пропивать ее бездумно. Поэтому вот я здесь как бы сторонник. Все сейчас говорят, давайте мы сейчас запретим. Я опять же вспоминаю, вот, 85-86 год, когда запрещали, и такая история, будто бы в Москву, нашу с вами любимую, приехал один в гости к другу, ну, там поговорили, говорит, нашу, может, выпьем что-нибудь. Он говорит, ну, пойдем, у меня нет ничего, пойдем в магазин. Ну, пришли там тысяча человек к народу, устояли, не получилось, во второй там 800, в третий там 500. Ну, какой-то старухи в 10 цент купили бутылку водки, выпили, начали разговор, а один говорит, слушай, а что сейчас, вот было бы, если бы на нас бросили атомную бомбу? Он говорит, ты знаешь, вот тебя не было, меня не было, водки тоже не было. Он говорит, а если нейтронную? А это говорит по-другому. Тебя не будет, меня не будет, водка будет. Он говорит, слушай, а какую на нас сейчас бомбу бросили? Если ты есть, я есть, а водки нигде нет. Я убежден, что это была большая ошибка, хотя в это время, если так его трезво оценивать, демография как раз пошла в рост. Это верно. Поэтому нам думать, как сочетать административную практику, как сочетать комплексное решение вопросов, прежде всего, социально-бытового устройства, как обеспечить всех рабочими местами, потому что практика показывает, что продолжительность жизни зависит не от здоровой природы, экологии, а прежде всего, от того, как человек загружен работой, какой он получает заработную плату, и может ли он на эту заработную плату решать все свои вопросы, а не только пить водку и заливать это все, ну, как бы, свое горе. Вот статистику, которую мы имеем, в экологически чистых районах, где нету работы, продолжительность жизни ниже, чем у тех, у кого есть проблемы в экологии, но загрузка у людей больше. Поэтому работа, отдых и понимание, что это беда. У меня такой вопрос. Вы говорили, что молодежный парламент будет являться ступенькой к некому такому, депутатскому, прессу и так далее. А почему не может такой же ступенькой служить молодежное правительство? И второй вопрос сразу. Молодежное правительство могло бы выступать в роли того, как базой для реализации молодежных проектов. Понимаете, дело все в том, что законодательная деятельность очень существенно отличается от исполнительной. И если там все поддается изучению, обучению, то здесь очень многие процессы проходят даже, может быть, ни по книжкам, ни по учебникам. И у каждого министра, и у каждого правительства свой стиль работы, свои правила, свои понятия. Поэтому для того, чтобы что-то понимать и что-то советовать, надо обладать определенным опытом. Я знаю, что в некоторых регионах пытались создавать молодежное правительство, как правило, это ни к чему хорошему не привело. Через какое-то время ребята начинали уже учить действующих министров и считали, что вот ниже министра он уже быть никем не может. Если эта работа выборная, и там люди оценивают, можешь ты или не можешь, то здесь говорят, назначайте меня, я уже готов. Я уже вон лучше вашего министра, понимаем, что надо делать. Это большое заблуждение, большая ошибка. Поэтому, может быть, стажироваться надо, так же, как на любом рабочем месте. Я готов даже к себе, вот, я тоже думаю об этом, прикрепить несколько ребят, чтобы они посидели, послушали, поговорили. Но чтобы они сидели и решали вопросы, как бы, для того, чтобы тренироваться, ну это неправильно. Не смогут они это делать. Спасибо вам, что вы внимательно слушали и задавали разнообразные вопросы. А Валерия Павловича, поблагодарите, пожалуйста, потому что он как-то не разрешался. Спасибо вам, я желаю вам всем здоровья, счастья и удачи.